У женщин с запросом на похудение почти всегда две основных проблемы. Живот и то, что ниже, то есть бедра, ноги, попа. У мужчин живот. Причем похудеть в животе стремятся даже девушки без видимых признаков лишнего веса. Поэтому я решила записать видео именно о том, как и надо ли худеть в животе. А пока проходите бесплатный тест на причины лишнего веса по ссылке под видео. Три основные проблемы в области живота, с которыми может столкнуться каждый. Первое. Чрезмерные жировые отложения. Живот-арбуз. Растянутые мышцы и кожа висит. Живот висит. И в складке внизу живота очень много лишней кожи. Для начала, как должен выглядеть нормальный живот? Даже при идеальном весе небольшой животик будет, но кожа на нем гладкая. Если вы ложитесь и область живота западает внутрь, то есть в положении лежа живот остается чуть ниже уровня ребер, это нормальный живот без лишнего жира. Тот жир, который формирует приятную округлость в области живота, это небольшой запас, который защищает внутренние органы. Изгонять этот жир с живота не нужно. Как большинство методик предлагает сражаться с жиром на животе? Первое – это, конечно, спортзал и качать пресс. Для человека с большим лишним весом это опасно. Можно повредить позвоночник и нарушить работу внутренних органов. Прежде чем укреплять мышцы, надо избавиться от избыточного веса. Второй способ пластической операции – откачка жира и отрезание лишней кожи. Я слышала, что в США такие операции разрешены только для тех пациентов, которые уже похудели, стабилизировали вес и операционно просто удаляют остатки в эстетических целях. А просто взять и откачать лишний жир у человека с большим лишним весом опасно. Последствия непредсказуемы. Ведь живот – это одно из главных мест, где природой задумано откладывать энергетические запасы. И если убрать жир оттуда, то он ложится на другие места, которые для этого не предназначены и не справляются с такой нагрузкой. Например, на сердце, печень и другие органы. Или подбородок, лицо, то, что называют вдовий горбик. И третий способ – это питание. Переходить на здоровое питание нужно и важно всем. Просто когда мы говорим о животе, то избавление от жировой прослойки до него дойдет не скоро. Обычно опадает сначала лицо, грудь, и, в общем, по пути можно потерять мотивацию. Чтобы этого не произошло, подписывайтесь на мою рассылку через бесплатный тест по ссылке под видео. И подкрепляйте мотивацию секретными способами от психолога. Как видите, у каждого известного метода есть свои ограничения. Нужна система, в которой и питание, и укрепление мышц сбалансированы третьим ингредиентом – работой с подсознанием. Ведь живот – это зона большого количества психологических зажимов. Например, страхов, накопленного стресса. Особенно стресса от нереализованных амбиций, карьерных, денежных планов, недостигнутого статуса, меньшей крутизны, чем у других. Накопление жира в области живота называют кортизольным ожирением. То, что происходит на фоне гормона стресса кортизола. Соответственно, чтобы снять лишний жир с живота, нужно сначала справиться со стрессом. А иначе любая диета и фитнес идут прахом. Вот почему при похудении нужен психолог. Это я, эксперт в психологии стройности с более чем 15-летним опытом, Галина Турецкая, кандидат наук и автор единственной психологической программы снижения веса без диеты-тренажеров, клинически протестированной на базе Института питания Российской Академии Наук. Если вы хотите получать практические советы и техники снижения веса за счет подсознания, проходите бесплатный тест по ссылке под видео и подписывайтесь на канал. Если нажмете на значок колокольчика, то будете получать оповещения о новых роликах и сможете делиться ими с друзьями. Кстати, можно сделать это прямо сейчас. Я рада вашим комментариям и вопросам под видео. До новых встреч на канале!